А вот рассказывал мне мой дед, а он от своего деда слыхал, был в нашей станице когда-то атаманом отставной полковник Самсонов Алексей Хрисанфович. Герой, вся грудь в орденах, все у него было, и чин, и титул, и усадьба, шо царский дворец каменная, и станишники его уважали. Вот только детей у него не было, а уж жена его Марья Нефедовна, как из-за этого тосковала. Нагадала ей как-то цыганка водится, мол, в Дон реке рыба волшебная. Кто этой рыбки отведает, у того, глядишь, ребеночек и появится. Ну, ежели сынок, то ладно, а вот, коли дочка, выдать ее надо будет за третьего, хто посватается, а то беды не уберешься. Ну, Марья Нефедовна, конечно, все уши может прожужала. Да стань ей эту рыбу, где хочешь, и все тут. Отправил полковник своих казаков к рыбакам. Назад, чтобы рыба, значится, не протухла, короткой дорогой поехали. Место там, правда, было нехорошее, гиблое место. Однако обошлось, а на окраине станицы жила вдовая казачка. Лучшей джухаркой слала на Дону. К ней казаки Новичу и доставили. И такая эта рыба получилась. Ну, как не попробовать, а? А рыба-то и впрямь волшебной оказалась. И родила Марья Нефедовна дочку. Да такую хорошенькую, что полковник хоть и ждал наследника, а удержался быстро. А что там цыганка нагадала, никто уже и не помнит. А у казачки-поварихи тоже ребеночек родился, только мальчик. Даже кошка не зря рыбьи кости ела. Котенок у нее хороший получился. Полковник с женой, конечно, дочку свою Елизавету Алексеевну обожали безмерно. Вокруг нее няньки, гувернантки. Учителя самые лучшие. Обучают ее хорошим манерам, музыке, танцам и по-французски. Ну, а как же, дворяне. И такой она красавицей сделалась. А казачка сына своего Степку, как подрожчуток, куму привела кузнецкому ремеслу обучаться. Смысленым торнишка указался. Дело у него пошло. Вскоре и сам кузнецом стал, а кот у него за подмастерье. Увидела как-то полковничья дочь красавца кузнеца и влюбилась без памяти. Сватался к ней молодой граф, отказал. И барону иноземному отворот-поворот. Только о кузнеце и мечтай. А тут именины Лизмкины. И вот кинат. Третий жених явился. ГОЛОСАНОЕ ВСТАМИЕ 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 ВСТ Продолжение следует... 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 Из колонца вылез, снова кричит Эй, ты баринь, отдай две денежки петуху Отдай две денежки петуху Отдай две денежки петуху Отдай Еще пуще разгневался барин Велел кухарке петуха изловить Да из печей зажарить Видит петух новая беда Начал он колодезную воду Обратно выливать Так весь огонь и загасил И опять давай петух требовать Эй, ты баринь, отдай Вот нажил я себе беду с этой птицей, думаю, баринь Эх, слуги, бросьте в этом петуха к моим бодливым быкам Они его затопчут или драга подымут И избавят меня от этой назовы Бросил петуха к быкам Светла не застопчут Молодец, что и беду с этой петуха к моим беду с этой петуху Молодец, что и беду с этой петуху Эм, по-добой, успех Используйся к моргеровой беду с этой петуха А он расхрабрился Да как стал их клевать Да как закричит громким голосом А ну, барин, отдай две денежки петуху Отдай Ой, испугался тут барин Эй, слухи, отдай ему все его деньги Все петуху вернул Обе денежки И забрал петух И сад фруктовый И пруд с утками да лебедями И все хозяйство дедова Да и долг заодно прихватил И восвоящий отправился к любимому деду Идет крупный петух По лесам, по полям Землетрясение по пути вызывает И вернулся он к деду Крыльями захлопал Ногами затопал Много всякого добра дед принес Прознала про то Жадная баба Стал у дед допытываться Где такое богатство взял Говори Да все как ты велел делал Петуха дубины по голове бил А мне червонстый снес А что, а я от курицы Поди еще Мочить не сможет Обрядовалась Жадная баба Стала свое мирское курицу Охаживать После каждого удара Несла курочка яички Пока они не закончились После этого Хотя баба В нее всю оглоблю измочарила Курица уже ничего не несла Так, дети Осталась баба Без яиц Редактор субтитров А.Семкин Давным-давно Еще при императоре Сук Цун Тане Жил в Корее один бедняк Его маленькая хижина Стояла на самом краю деревни На берегу озера Звали его Ким Летом он ловил рыбу А зимой Собирал в лесу хворост И менял его у соседа богача На рис Редактор субтитров А.Семкин Ожар КОНЕЦ 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 Ух ты! Ловит Ким рыбу И мечтает, как принесет он соседу много рыбы Тот заберет у него корзину И даст, как обычно, мало риса А Ким ему тогда скажет Нет, дай-ка мне вот столько И наконец-то Ким наестся до отвала Где моя рыба? Украли! Чтоб вам всем! Хм, утащит Ух, я вам! Опять украли! И решил Ким этого вора поймать Ким strdzieсти Ким 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот и неправда Я волшебник добрый И за твою рыбу дам я тебе счастье И будет у тебя много риса Денег всего много Но только это счастье чужое Пользуйся им, пока хозяин за ним не придет Это будет большой человек по имени Чепоги Запомни Чепоги Эй, Ким, это что, все твое? Ну да, мое Как же это? Субтитры создавал DimaTorzok И зажил Ким припевает Спит сколько хочет Спит сколько хочет, ест сколько влезет Как сыр в масле купается Но вот однажды Приснился ему сон Эй, открывай Я Чепоги, а это все мое Проваливай И вспомнил Ким Что все это счастье вокруг не его И что ему со всем этим добром придется расстаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто бы ни был этот Чапогин, я убью его! Убью! 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 Позаботьтесь, пожалуйста, о бедном ребенке. Его зовут Чапогин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КИМ усыновил маленького мальчика по имени Чапоги. И тогда стало его счастье таким большим, что хватило всем. И самому Киму, и его сыну Чапоги, и всем детям его детей, и всем внукам его внуков. И Ким, если не умер, до сих пор живет богато и счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОЛОБОК КОЛОБОК ЖИЛИ-ЖИЛИ СТОРИК СОСТАРУК ОПЕК ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ Бабка! А бабка? Ну? А испеки ты нам, родная, Колобок! Здрасте! А из чего? Испечь-то! Муки-то уж который день нет! А ты по коробу поскреби, по сусекам помети. Чего это у нас муки не наберется? Ишь ты, придумал! Поскреби, помети! Как дед сказал, так старуха и сделала. Испекла бабка Колобок. Вот, горяченький какой! Полежи, постынь маленько. Кхм-кхм. И вот так. Ой, как вкусно пахнет! Фу-й-о! Еда! Ха-ха-ха-ха! Фу-й-о! Ого! Ого! Продолжение следует... Куда ж ты подевался-то, Колобок? Колобочек! Деточка, вернись! Колобок! Катится Колобок по дорожкам до грядки, и навстречу ему... Заяц! Ты? Ты кто? А ты кто? Я? Я-то Заяц, а ты кто? А я... А я Колобок! Какой такой Колобок? Вот! Ха! Колобок, Колобок, а я тебя съем! Ой, не ешь меня, зайчик! Я... я... я эту песенку спою! Колобок! Ладно, пой! Ой! Только не громко! Ага! Я обязательно уйду. Ничего не понимаю. Пропал куда-то. И покатился колобок дальше. Только его заяц и видел. Катится колобок. Катится. А навстречу ему. О-о-о. Волк. Стоять! Колобок, колобок. А я тебя съел. Не ешь меня, серый волк. Я невкусный. А я всеядный. А я тебе справа песенку спою. Какую такую песенку? Я колобок. Я колобок. Румяный бок, румяный бок. По амбару я петен. По сусетам скребен. На сметане я не шел. И на окошке я стужен. Я от дедушки ушел. И я от бабушки ушел. И я от зайчика ушел. Я от тебя, серый волчище. Я убегу. Ах ты! И покатился колобок дальше. Только его волк и видел. Колобок! Катится колобок дальше. И встречает на своем пути Медведя. Колобок, колобок, А я тебя съем. Ну, если ты меня всегда успеешь. Может, я тебе сперва песенку спою? Ну, боляй. Только недолго. А то я с утра ничего не ел. Я колобок, я колобок. Румяный бок, румяный бок. По амбару я метен. По сусетам скребен. На сметане я не шел. И на кошке остужел. И я от дедушки ушел. И я от бабушки ушел. И от зайчика ушел. И от волка он ушел. Я от тебя, косматый мишка. Я ей подогна уберу. И покатила колобка дальше. Только его медведь и видел. Ах, колобок. Ну, какой же ты хорошенький. А какой же ты душистенький. Ой. Может, ты еще и песенки поешь? Да, и очень красиво. Пой мне разочек. Порадуй, сироту. Беги, беги, беги. Я правда уже очень устал. Я умоляю. Я умоляю. Ну, ладно. Я колобок, я колобок. Румяный бок, румяный бок. Бомбару я метем. По сусекам на скребем. На сметане я не шел. И на кошке остужел. Я от дедушки ушел. И я от бабушки ушел. И от зайца ты ушел. И от волка ты ушел. И от медведя ты ушел. И от тебя, леса краса, я тоже убегу. Браво, браво, браво. Кениально. Да? Ах, только я тебя плохо слышу. Наверное, совсем стара стала. Сядь-ка ты ко мне на мордочку. Да пропой еще раз. Беги, беги, беги. Чего? На мордочку. Сядь. Да пропой еще раз. Ага. Я колобок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...